Ну как там в Москве-то вообще? Слушай, ну странненько, конечно. Но я когда приехал, мне сразу же такое, я присматриваюсь, у меня же очень легкая дорога получилась, я так думал, блин, как вообще это все будет, как там застопят где-то, арестуют, еще что-то, не, вообще всем пофигу. И это, наверное, такая у меня гипотеза, что ключевой такой механизм, которым люди справляются, ну обычные люди, хорошие люди, это вытеснение, прям примитивная защита, то есть меня на это не хватает и так далее. Вот, ну и в общем, вот таким вот образом. Но, ну как будто для меня уже все-таки, да, то есть я, я вчера прям там, я там беседовал с одной из студенток, она говорит, ну видно, что ты уже не хочешь здесь быть, видно. Да, это так, я уже, не то чтобы не хочу, я в каком-то смысле не могу, вот, морально сложно. Вот, я как бы, прослеживая наши с тобой разговоры, ну в смысле, вот какую-то динамику нашу вообще, ну как бы мне со стороны это тоже было заметно, как вот ты проходил этот какой-то путь, вот когда ты еще там был, сильно там, и как-то начинал, начал как бы это движение оттуда. Ну как бы, да, такое. Ну это именно где, где, вот где какой-то корень, вот где корень. Где центр, центр жизненных интересов. Вот, что, да, это есть такое, такое, как раз, это в Израиле есть, если у вас центр жизненных интересов в Израиле или где-то в другом месте. Определяется там, где у вас код. Ну здесь тоже, если говорить о странах. Да, конечно. То есть, это политика любой страны. Поэтому там, ну что там, нужно проводить определенное время. Больше. Да, да, да. Там, да, это все есть. Да. И вот здесь, конечно же, я понимаю, что это даже влияет, да, то есть вот на, то есть вот это легкое охлаждение или дистанция, лучше сказать, да, она вот чувствуется. То есть вот я действительно начинаю общаться с людьми уже из некоторой другой внутренней позиции, с какой-то другой внутренней дистанции. Даже, ну это не всегда это, но вот в большей части коммуникации это есть, чувствуется. И при этом вот этот момент такой какой-то свернутости, заверкнутости, он не только вот этого пространства московского. Я сверялся специально с Сашкой Стояновым, мы когда встречались, вот я говорю, Саш, как там? Он говорит, я вот со стороны, мне кажется, вот так. Я сразу же приехал, вот это как бы что-то в воздухе такое, вот такое. Он говорит, ну да, так и есть, что люди сворачиваются. Какое-то, я думаю, тоже это обобщение, как любое обобщение, оно грешит. Вот, ну и это понятно, что это для людей с определенной позицией. Но вот какой-то, то есть, ну видно, что это все-таки отравляет, да, то есть то, что, ну вот, то есть невозможно быть полностью отключенным от войны. Вот этот яд этого разрушения, он просачивается в повседневную жизнь, безусловно, он будет просачиваться. Он будет отравлять, отравляет и будет отравлять повседневную жизнь. Даже если она, ну кавычка, хорошая, да, то есть даже без кавычек, да, то есть человек занимается хорошим, правильным делом, он добрый, он как бы делает хорошие вещи, но в его повседневную жизнь все равно заползают вот эти вот змеи. Для меня это сильно, ну мы уже, в принципе, мне кажется, начали эту тему близости обсуждать, но... Я специально связал, да. Вот это вот сильно, как я замечал даже вот на протяжении, ну вот уже, считай, год, да, вот год, скоро год войны. Скоро год, через месяц. И там в моей истории, получается, в моей жизни, вот каждый год вот этих каждодневных наших утренних встреч, ежеутренних встреч с людьми. Ну и вот я вижу вот эту динамику, если приследить, ну кто-то приходил, кто-то уходил, кто-то вот с самого начала и остается вот так вот весь этот год. И также мое параллельное общение там с людьми, которые не в контексте этого наших встреч, а просто как-то мы один на один общаемся. Я вижу, что вот эти вот две стратегии, собственно, как мы можем справляться. Вот одна стратегия, это как раз вот закрыться, отстраниться и начать жить какой-то своей маленькой жизнью, пусть это там жизнь своей семьи, жизнь там, не знаю, на моей работе, жизнь там, не знаю, ну вот какой-то маленький объем там, да. В какой-нибудь моей духовной практике и так далее, там вот действительно вот запереться там где-то. И прям прервалось почему-то. Сейчас нормально? Чуть-чуть прервалось, да, сейчас нормально, да. Ну то есть вот эта жизнь в моей какой-то замкнутой системе там, как бы не касается, вот и прям декларация этого часто, ну вот как ты сказал, я не справляюсь, я просто это принял там какое-то сознательное решение, вот закрыться, закупориться, закуплиться. И я, конечно, ну-ка, я не могу это, и точно это не хочу этого как-то осуждать, как какой-то неправильный способ. То есть человек выбирает просто, он по-другому действительно не может, он говорит, ну я чувствую, что меня это просто раздавит, я не могу. Но с другой стороны вот то, что ты сказал, ну мне кажется, я не знаю, конечно, может быть это мое искажение тоже, того, что я выбираю другой способ как раз, да. Но мне кажется, вот то, что ты сказал, что яд этот все равно будет туда проникать и постепенно разъедать и отравлять, это тоже неизбежно. Поэтому, ну вот я все-таки предпочитаю и мне кажется, опять же, из моей позиции, я говорю, что возможно искаженный, но мне кажется, в каком-то смысле, ну как сказать, путь более, в том числе накопление силы, в том числе обретение силы, он все-таки сквозь и через открытость, да. Вот через встречу с болью, с болью, ну как прямую встречу. Опять, нахождение своего личного способа в этом. Вот оно хорошо звучит, но немножко абстрактно, знаешь. Ну вот, ну вот смотри, просто я говорю, что в конкретной форме, вот наши эти утренние встречи, вот я же не зря говорю, что почему именно там так, потому что там вот украинцы и россияне, они встречаются вместе, это само их совместное времяпрепровождение, их какой-то диалог, он вызывает гамму болезненных чувств, как у тех, так и у других. Потому что, значит, у одних там, ну опять, даже учитывая, что все люди там с антивоенной позицией, там, которые из России, да, вот, ну все там точно, все равно там чувство вины, вот этот комплекс, как, что мне сказать, что мне не сказать, а вот как я, и вот их там, значит, сейчас бомбят, а я тут сижу в безопасности, и моя страна агрессор, и я внутри нее, и вот это огромный комплекс вот этого. Украинцев там свое тоже, да, вот эти вот люди, которых я вижу как людей, но они при этом русские, которые, значит, бомбят мой город. Ну вот, это же как бы невозможно от этих вот избавиться нарративов, которые не внешние, а внутренние, да, вот, собственно, они звучат в нас, связанные с идентичностью, какой-то сложностью идентичности. И поэтому, но, вот опять, и это конкретное, что человек, понимая, что он, придя на эту встречу, будет испытывать какой-то уровень боли там, он все равно туда приходит. И проходя сквозь это, ну, он идет дальше просто, он идет дальше, идет дальше. Он как бы не, как раз не закрываясь от темы войны, не прячась за какими-то словами спецоперации и прочее там. Вот как, вот так, как есть, как это случается в контакте, вот непосредственный контакт с людьми. И вот здесь вот этот непосредственный контакт, он помогает как раз, когда ты видишь, вот, ну, когда это не абстрактный русский, не абстрактный украинец, абстрактный кто-то еще. А вот человек сидит, ты ему в глаза смотришь, и ты с ним разговариваешь. Это помогает, это живая встреча. Вот опять про эту близость. Ведь если встреча живая, то она может помочь мне пройти дальше. Да, ну вот здесь интересный момент, я отрежу свою динамику. То есть я понимаю, что один из важных таких пунктов, может быть, почти вот какой-то одной из важных точек вот в этом моем пути отсоединения от России, отдаления, как раз была возможность живой встречи с украинцами. С моими украинцами, друзья, у нас получилось встретиться с границей, то есть как-то вот. И вот это как будто такая встреча, которая поставила окончательную точку. Но когда я возвращаюсь сюда, я понимаю, что у меня активизируется чувство вины. Вот что я вот имею, вот находясь здесь, у меня появляется фоновое чувство вины. Это тоже одно из отравляющих вещей. Ее очень сложно перевести в ответственность, потому что возможностей мало. То есть можно, ну понятно, что какой-то я там напоминаю себе, что я там делаю, для чего и как. Да, то есть вот, ну, где я там помогаю. И как ты дальше с этим чувствуешь? Нет, я его просто осознаю. Я его осознаю. Ну, знаешь, меня здесь, при этом зная уже эмоциональную дизайнерку, я понимаю, что, ну вот 14 февраля я улечу в Израиль, и там будет по-другому. Я действительно отдалюсь от этого, и мой эмоциональный фон изменится. То есть само знание, что все проходит? Ну, знаешь, знание конечности. И в каком-то смысле конечности не только знание будущего, да, что я уеду, вот, потом уеду еще, потом уеду на большее и так далее. Да, то есть что я, вот это я регулирую, и, ну, один из главных моментов, что у меня появился образ будущего. То есть я понимаю, что я буду делать. Я понимаю, где я это буду делать. И вот это вот где, оно, конечно же, намного дальше. То есть вот это, как-то вот эта сцепленность с местом, она, ну, тут уже совсем ушла. Вот. Ну, да, говори, договори. Вот. Вот. Вот та связь, которая остается, она, ну вот, если более абстрактно говорить, ну, как опираясь на ту модель, которую мы тренинг делали, вот связь остается через язык. Вот язык, он, это тот, что нас соединяет, меня соединяет с людьми, которые здесь, и с людьми, которые нам принадлежат одной культуре, одному культурному пласту, ну, в другом мире, вот, во всем остальном мире. Про язык еще сейчас дополню, потому что у меня буквально вчера был разговор там с подругой про язык, с украинской подругой. Из Украины. И, ну, я хочу просто, чтобы закончить то, вот мы с тобой, это без записи, когда встречались, как раз говорили на эту тему, вот про этот, ну, внутренний переезд, что ли, да, внутреннее перемещение вот этого центра, как ты сказал, центр? Жизненных интересов. Жизненных интересов, да, ну, вот этот центр жизненных переживаний, я бы так сказал, вот, как внутренний. Жизненный центр. Да, когда, ну, вот, собственно, я переехал в Пиран, и действительно, я прям почувствовал, как примерно через два года моего переезда, это было прям ощущение, чувство, так, теперь я здесь, как бы теперь здесь вот мое место, как бы в большей степени. И, да, и что я потом продолжил приезжать там в Россию, там, с тренингами, по делам, но это уже было из другой позиции, сегодня такой гость, гость приезжает, вот, что-то такое вот. Ну, как я приезжал в другие места, то есть, ну, как бы, вот, а центр переместился в Пиран, а до этого он все-таки был в большей степени в России, и это было именно ощущение такое, переживание. Ну, вот, то, что ты сказал про будущее, вот, я там не могу сказать, ну, как бы, у меня вообще же как сложно с будущим, на имею в виду вот это вот, его какое-то видение. Да, но у тебя просто другой, мне кажется, у тебя просто другой механизм, да, другой способ, потому что вот эта континуальность, непрерывность практики, это тоже образ будущего. Да, да, конечно. На самом деле, оно выстраивает другой бессознательный образ будущего. Да, то есть, как бы я вот на один день, ну, как бы, вот, вот, буквально на следующий шаг, следующий шаг, да, но это, да, это следующий шаг. Ну, эти следующие шаги будут и будут делаться, да, да. И это тоже образ будущего. Но вот там впервые, я даже не знаю, что, вот это вот, мне сложно там сказать, что там как бы не было вот этой, потому что там особенно первые годы, ну, собственно, первые пять лет, пока мы не получили ПМЖ, это все время была вот жизнь на иголках, так сказать, вот на этой, это очень неустойчиво, и как бы, что в любой момент, наверное, могут тебя выгнать просто потому, что там не выполнил определенные условия, что тебя тут держат, так сказать. То есть вот это нет этой опоры какой-то, ну, просто что, вот как там в России было, я гражданин, мне, хрен, меня отсюда выгоните, ну, что, вот как бы, я просто здесь. А тут этого не было, конечно, и тем не менее, вот это внутреннее, оно возникло, я не знаю, с чего, вот, ты знаешь, для меня там какое-то было одно из ключевой, это красота. Да, это вот красота, но я имею в виду красота, данная мне вот в каком-то очень таком переживании, в том числе телесном, прям вот, там, вот это море, которое вокруг меня, вот этот город старый, то есть, какое-то вот присоединение к этому какое-то было, и вот, что я здесь, и мне здесь хорошо, как-то вот это было такое чувство. При том, что много чего нехорошего, в том числе вот этой вот неустойчивости, и такое какое-то, что сейчас меня тут поганые метлоят из этой красоты, погонят. Вот, но, ну, просто это такое, как бы, мой опыт тоже, вот, что это прям чувство переживания, и оно буквально какое-то очень, как, как событие, прям вот, раз, все. Я, ну, вот, как ты сказал, что у тебя точкой была там встреча с украинскими друзьями, такая одна из, восклицательный знак. У меня вот там было просто, я помню просто, я иду по площади там, по центральной, по нашей, в Пиране, и такой, о, я здесь, все, это мое место, как, все. Вот, но, с другой стороны, я понимаю, что, ну, вот, опять же, при том, что, например, я к Пирану очень сильно привязался за эти 11 лет, и там, мое сердце во многом там. Ну, вот, сейчас переехали в Люблиан, и мне тоже с этим как-то нормально, абсолютно, что все-таки моя сущность такая, знаешь, сущность вот эта... Номагическая. Номагическая, да. Это странствующая, она как все-таки сильнее здесь, чем привязанность к определенному месту. Я вот, ну, как-то вот у меня так метафора вчера, вот я снимаю там квартиру, да, я же о ней забочусь, я здесь, я чувствую ее своей сейчас, и, ну, вот, и она все здесь мое, как, вот, все могу потрогать, я этим владею, но этим одновременно не владею. Значит, я могу отсюда, я знаю, что отсюда уеду, в любом случае это может произойти там, ну, достаточно быстро или долго, неважно, как бы. Вот эта вот номагическая сущность, это сущность такого арендатора, арендует пространство на какое-то время. Ну, да, это означает, что твой центр жизненных интересов, он не вовне, он не настолько проявлен, ну, или он меняется. Ну, вот здесь, когда ты, да, 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 когда ты говоришь о том, что, что вот эта вот красота, это действительно про вот этот момент любования. Видишь, мы все равно, у нас был план же, да, то есть мы собирались поговорить о близости, а говорим, знаешь, как эти... Вокруг до около. Не вокруг до около, а о реальных актуальных темах, да, своих каких-то, вот, которые, ну, как о темах русских эмигрантов. Вот, но вот если перейдеть в мостике, туда, куда мы хотели пройти, то вот этот момент любования, мне кажется, очень важный. И вот это любование, оно тоже создает вот эту связь, то есть, ну, понятно, что любование – это тоже форма встречи, то есть это не просто, что здесь что-то красивое, а я могу переживать это как красоту, эта красота попадает в мое сердце. В этом смысле вот это любование, оно и выстраивает эту любовную связь, вот, с местом в данном случае, да, но... И как раз я, как раз вот вообще стартовой точкой вот в этой теме, у меня же был такой момент, когда мы тоже в беседе с тобой обнаружили, ну, обнаружили, я раньше обнаружил, но как-то я сформулировал это, такую лингвистическую дискриминацию. В каком смысле, что часть областей жизни, а еще конкретнее, часть форм близости, для нее у нас нету слов, или они какие-то, ну, так себе слова, да, то есть, слишком перегруженные лишними коннотациями, да, то есть, вот, то есть я постоянно натыкаюсь на то в русском языке, а вот как мне называть моих друзей женского пола, потому что я скажу подруга, вот, ты говоришь подруга спокойно, да, а подруга у меня сразу же, там, girlfriend, вот, но нет, это не эта самая подруга, это мне нужно всегда какие-то прилагательные, да, то есть, заминаться, да, то есть, потому что, ну, может быть, у меня, ну, для подруги, да, есть отдельное, другое слово. Вот, для подруги, вот, в этом смысле, girlfriend, и вот эти вот градации близости или виды близости, их много, именно человеческой, а слов для их обозначения не так много, вот, как будто вот эта зона, которая немножко так покрыта вот этими большими словами, и из-за этого она становится менее переживаемой или, как бы, ну, больше вписывается в категории какие-то, вместо того, чтобы переживаться и чувствоваться, вот, и заодно оно, как бы, вот, вот само взглядывание туда, оно может помочь, смотреть, а что вообще мы этим называем, такой вот близостью, человеческой близостью, и из чего, вот, ну, вот, что составляет, да, вот, можно ли полюбоваться близостью, да. Ну, язык вообще, он же консервативен достаточно, он меняется, но меняется медленно, и вот, мне кажется, здесь просто действительно, что сейчас общество, ну, про, я имею в виду, вообще человеческое общество, по большому счету, как, ну, какими-то семимильными шагами движется, каким-то изменением своей структуры, и вот, что вот муж и жена, которые были, которые должны были, там, как это, прожить всю жизнь до гроба, там, вместе, вот это вот, как сама это, какая-то установка, да, вот, там, понятно, вот, тогда, значит, вот, до замужества, ты, значит, что там, мисс, потом ты становишься миссис, ну, или там все эти варианции, как у нас, у нас, госпа, или господична, да, в слове, там, понятно, этот переход таких вот именований, опять же, отношения, там, вот, если я, вот, мы в прошлый раз говорили, что, вот, как, значит, любовь, как, если я люблю человека, это женщина, например, кто она, любовница, да, вот, и там сразу какие-то коннотации, вот эти, как бы, ну, это не очень, это вроде как... Что любовница, это всегда про ту, которая, там, еще дополнительные отношения в браке. Да, и это тайно, и это морально, и это, в общем-то, ну, как бы, предосудительно, а, как бы, а сейчас просто получается, вот это все начинает ветвиться отношения, там, люди по много раз женятся, разводятся, и это перестает быть катастрофой, ну, как бы, для, то есть, как, ну, вот, понятно, что это бывает связано с определенной болью, там, ну, как бы, это все-таки становится все естественней, и, как бы, люди расстаются по-нормальному, остаются друзьями, например, ну, как бы, просто, вот, теперь они уже не в браке, так сказать, вот, не зафиксированы в определенной, там, какой-то такой структуре социальной. Люди, там, какие-то вот эти вот полиамории возникают, там, какие-то эти вот... Не, ну, даже не полиамории, но вот совсем, совсем рядом, значит, моя первая жена, бывшая, значит, на мать моих старших детей, Лена Романова, она сейчас тоже переехала в Португалию, и она подается на МНЖ и так далее, она живет там с моей второй бывшей женой, да, да, то есть, дети считают, что у них две мамы, родная и сводная, то есть, хотя, вот так вот, хотя у меня уже с ними и с самими нет отношений, у них, у детей две мамы, папа один, вот, ну, это очень смешно, как-то, то есть, это редкая ситуация, но вот как-то так. Ну, вот да, и просто, что получается, что жизнь нам уже новые варианты предлагает все время мы, которыми мы уже пользуемся, а слова еще из старого запаса. Но я думаю, что он неизбежно будет появляться, просто это медленный процесс. Я тут просто хотел как раз еще один мостик перекинуть, вот то, чем я хотел про язык-то сказать, и вот с Украиной это связать, что вчера буквально разговаривал там, ну, просто переписки с друзьями украинскими, и, ну, вот они, ну, понятно, что это не они мне сообщили, это мне сообщают постоянно разные мои украинские друзья, и из новостей мы знаем, ну, что в Украине сейчас идет этот процесс сепарации с русским языком, такое вот его отторжение, и это проходит через, собственно, украинское общество непосредственно, потому что, ну, для многих украинцев русский был, опять же, хотели они того или не хотели, он был естественным языком общения, просто всеми говорили вот это, ну, как многие, ну, как бы, были там русские этнические, которые просто с гражданством украинские могли родиться там, и просто, ну, и в их семье просто принято было говорить на русском, но были и сами украинцы, этнические украинцы с каким-то глубокими украинскими корнями, у которых в семье было принято говорить по-русски, вот я там даже в подкасте там записывал с некоторыми, и понятно, что для человека это сложно, потому что, ну, хорошо, если он так и был, билингва, им, может быть, легче перейти на украинский, просто как бы, окей, русский там отставить, а для многих им приходится буквально выучивать украинский теперь, и, ну, и вот так как это часть все-таки идентичности глубокая, да, ну, это какая-то привычка, вот просто вот легко и естественно говорить, вот нам же важна эта потоковость языка, на иностранном языке всегда приходится как-то чуть, как-то вот это более коряво, чуть заторможенно говорить, ну, вот, чтобы такая потоковость легкая возникала на иностранном, это нужно еще как-то чем потренироваться. Нужно войти в потоковое состояние в определенном контексте и нормально. Вот так вот. Нет, 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 это с практикой, это может не получиться. Нет, я помню, как у меня иногда лилось на некоторых тренингах, которые... То есть это дело, ну, в любом случае, чтобы это происходило уже как бы естественно всегда, это такое дело довольно большого пути перестройки. И вот это, собственно, сейчас такая тоже тема там с языком, и, ну, она у меня просто здесь связывается, тоже вот эта близость языковая, ну, в смысле, опять же, если близость – это встреча, да, встреча, как мы можем разделять эту встречу друг с другом, смысловые. И там вот, ну, то, что у меня вчера подруга написала, какой у нее внутренний процесс происходит, что, ну, так как неизбежно вот русский язык, который, ну, у нее она билингва была, но он все равно, он, соответственно, частично, все равно это большая часть ее, он теперь воспринимается как язык агрессора, и сам язык этот язык агрессора, и у многих людей, вот я сейчас, ну, вот разговаривал с Украиной, у них вот это вот отторжение, но это как бы отторжение как будто части себя тоже, это внутренний, ну, конфликт, это трудно, тяжело через это проходить. Вот, так что такой непростой процесс вот этой сепарации, потом, наверное, когда-нибудь, после войны, может быть, десятки лет пройдут, может быть, там какой-то, ну, как бы это станет нормальным, но сейчас это, конечно, такой большой интенсивный процесс, трудный. Ну, знаешь, я, да, я слышу, это в каком-то смысле, это, ну, вот то, что я проживаю, как вот это отдаление от России, да, то есть вот это вот физическое, такой переезд, и то, что ты говоришь сейчас про то, как люди там от языка отходят, ну, вот этот процесс сепарации, да, то есть он необходимый, это в каком-то смысле то и другое такой же процесс сепарации. Интересно, что сепарация... То и другое, что ты имеешь в виду? Ну, вот этот, те, когда там русские уезжают из России из-за войны, украинцы отказываются от русского языка из-за войны, вот, и то и другое сепарация от этого русского, да? Русского мира. Да-да-да, вот, и эта сепарация, действительно, она проживается как болезненный процесс, да, то есть любой такой разрыв, и это в каком-то смысле вещь обратная близости. Сепарация, да, это же вещь обратная близости. То есть и в этом смысле, вот когда у нас идет эта сепарация, то близость, близость, которая возможна, она становится важнее, да, просто для баланса, да. Ну да, здесь получается, что вот, ну вот опять же, вот многие мои друзья, да, с которыми я продолжаю общаться, я вижу, ну, как они внутри там своего украинского сообщества, как они вот переходят на украинский язык, у них там действительно какие-то свои процессы, так сказать, терки внутриукраинские происходят, они в них там живут. Но вот есть их отношение со мной, конкретным русским, говорящим на русском языке, где у нас есть история нашего общения на русском языке. Ну, как бы переходить нам на английский, ну, теоретически можно, но это такой вопрос, ну, во-первых, опять же, там, наша освоенность, если для нас, для всех он такой иностранный, украинского я не знаю, ну, как бы славянского, я не могу предложить им говорить на славянском, они не знают славянского. И получается, что они, ну, принимают это правило, игры, что ли, такое, вот что с этим человеком хотите общаться, ну, они хотят там со мной общаться, то есть для них это, ну, определенная ценность, просто так же, как для меня ценность общаться с ними, да, вот у нас есть ценность контакта, ценность встречи, ценность близости. И приходится тогда, да, как бы расширяться в этом. Я понимаю, что мне, может быть, трудно сейчас говорить на русском, ну, это я от их имени, но я туда все равно иду, как бы вот эту часть на это время, в этом контексте, в контексте этих отношений, ну, как-то так приглушая, что все равно этот же канал у нас, он существует, он есть, но мы можем воспользоваться им в какой-то момент, ну, как на какое-то время. В другом контексте. Это отстаивает контекст, что это язык агрессора, вот так вот. Да, 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 да. То есть, что все равно у нас, ну, какая-то большая часть представлений, часть нарративов о себе, часть идентичности, она все равно контекстнозависимая, и что там в разных местах мы немножечко, в разных контекстах мы немножечко другие, это известная история. И, да. Ну, ты знаешь, мне что-то про контексты вспоминается, просто когда, я помнишь, раньше делал много программ в обнаженном виде, когда люди встречались, в бане сначала, в первую очередь в бане, и вот там, когда люди, ну, мы не настаивали, чтобы кто-то раздевался или не раздевался, но просто когда все голые, человек уже странно себя чувствует, если он один в трусах там, да, он уже стесняется то, что он в трусах. Но когда люди приходили, они там все это выясняли, вопросы, и вот эти были, как же так вот, ну, мужиков в основном, вот как же так вот, женщины же, они там будут, я же буду, значит, возбуждаться, это же будет видно. Они говорят, да нет, не будешь, что я возбуждаться. Как не буду? Какой ужас. Мне что-то, значит, сломается, а потом они обнаруживают, что ты можешь встретиться в одном контексте, быть голым, с другим голым человеком, и там абсолютно никакой, ну, или она там где-то маячит, где-то там в бэкграунде сексуальность, но она абсолютно не важна, она здесь неуместна, она здесь ее просто, ну, как вот, в принципе ее нет. А в другом контексте у тебя все прекрасно работает, так же голыми, и все хорошо с этим. И вот, и само обнаружение, для некоторых людей это было таким грандиозным расширением, что вообще-то, что у них была какая-то очень жесткая установка на эту тему, что если голый, то, значит, вот, надо это делать только, и все. Другие, значит, невозможные варианты. А тут оказалось, что можно. Да-да-да. Знаешь, это где-то сравнимо, да, с вот этим, с привязанностью к одному какому-то к культурному контексту, да, то есть, ну, допустим, русский мир, да, вот, и как-то, когда идет хорошее погружение в другую культуру, вот, это расширяется, ну, вот, какие-то другие, другие части я прям формируются, вот, ну, да, продолжая вот отсвечиваться другие. Да, про эту голость, я вспоминаю, тут слушал, этот, Жижик, наш философ, земляк, он просто рассказывал, что-то он, значит, как приехал в Штаты, там, какой-то, значит, симпозиум был философский, и, ну, и какой-то, значит, такой междусобойчик, то есть, уже неофициальная, просто вот собрались они, философы из разных стран, ну, какой-то банкет у них там. Киево-патич. Да, ну, вот, и ведущий он предлагает, ну, представьтесь, каждый, из какого университета, из какой страны, и какая у вас гендерная ориентация. В Штатах, значит, ну, и Жижик такой, да, Кайте Бриган, то есть, вообще, тебе какое дело-то, какая у меня ориентация, ну, про университет я расскажу, а промо... Ну, то есть, как бы для него это было зачем, как бы. А потом, значит, другой пример приводит, через несколько лет, американский... Запутался, это, погоди, гендерная ориентация или сексуальная ориентация? Сексуальная, наверное, да, сексуальная ориентация. Да, то есть, гендерная идентичность, сексуальная ориентация, это не одно и то же. Да, сексуальная ориентация. Короче, потом он, это уже другая история, американский профессор приезжает в Словению, к нему в гости, он его везет как раз в Пиран к нам, они гуляют там летом по набережной, а там у нас как бы очень свободность, ну, в смысле, многие женщины топлятся просто, это, считай, вот, ну, это город просто, город, вот я выхожу из своего дома на улицу, вот набережная, и вот лежит женщина с сиськами, извините, ну, в общем, с голой грудью, и вот, значит, они гуляют по этой набережной, и для этого американского профессора это шок такой вот, да, как так, как это возможно, ну, вот он просто показывал, вот европейцы, мы, мол, как бы, можем все показать, но многого не говорим, о многом не говорим, а американцы, они обо всем говорят, но они, значит, не показывают. Прекрасное обобщение. Да-да-да, ну, какие-то, ну, это опять про этот контекст, что по-разному можно, по-разному, и вот дальше уже как про обнаружение себя в этом, да, как могу ли... Ну, вот этих разных себя, которые, ну, которые как-то вот связываются вот этим непосредственным ощущением, да, вот этим базовым ощущением тебя, но при этом содержание вот этого пространства, и оно может быть очень различным, очень различным, конечно. вот, и вот в этой связи, конечно же, знаешь, мне как-то сложно, мы к какие-то действительно другие темы уходим, вот, мне хочется сформулировать, наверное, такую идею, что когда мы говорим о человеческой близости, да, нам, конечно же, очень важен вот этот наш культурный выграунд, да, совместной возможности его разделить, да, и поэтому мы там держимся вместе, не только потому, что это что-то знакомое и близкое, а это именно то, что мы можем разделить. Но также, конечно, вот совершенно вот этой загадкой является вот эта вот некая химия, да, то есть потому что вот которая возникает между людьми, при этом она может возникать, но для меня вот эта вот некая химическая такая кавычка составляющая, она не ограничивает, кстати, любовный контекст. Да, да, да. Да, то есть есть какое-то вот это вот переживание особого качества близости, может быть, не сексуализированного или между людьми разного пола, одного и того же пола. Вот, как вот это вот дружба. Даже рабочих, рабочих. Я вот, например, всегда, когда клиенты ко мне приходят, я говорю, давайте мы с вами встретимся, поговорим и почувствуем, возникает ли у нас эта химия. Я об именно такими словами говорю. Возникает ли у нас этот контакт, потому что я могу вам не понравиться, в смысле, что ни в каком своем внешнем виду или что я говорю, а вот нет переживания контакта, что этот человек может помочь. И у меня может возникнуть, я скажу, что нет, с этим человеком я не смогу работать, не знаю почему, потому что нет, не чувствую, не чувствую. Прямо на первой встрече можешь это почувствовать? Ну, что-то да. То есть какое-то вот первичное. Можно почувствовать, и категорическое нет. Первичное да или нет, оно чувствуется на первой. Да, первичное решение. Вступаем. Дальше я обычно говорю, окей, давайте сейчас возьмем четыре встречи следующие, там, месяц, предположим, если мы раз в неделю встречаемся, и опять посмотрим, а что дальше. Ну, и дальше вот такими какими-то этапами. Вот я стараюсь как-то так вот работать, если это индивидуальная работа, потому что действительно очень важная вот эта встреча или не встреча, она может случиться, может не случиться. Это таинственный процесс в общем-то. Да, но вот здесь тоже мне интересно, вот это разве переживается похоже, то есть, допустим, встреча вот в этом контексте. Я очень хорошо понимаю, что есть вот специфическая такая психотерапевтическая любовь, в кавычках. Раппорт, то, что называется, контакт. Нет, это вот нифига, вот это слово раппорт не подходит, это слово это любовь называется. Да, это вот просто она вот очень определенного контекста. Это именно вот это особое качество близости, вот именно в этом контексте, когда мы находимся в этом потоке переживаний, в потоке откровенности, в потоке поддержки. То есть, оно вот все... Ну, это действительно, это уже не на первый точно. Нет, нет, нет. Поэтому это формируется постепенно, да. Я поэтому и говорил, что это... Но такая любовь, да, такая любовь у нас не сразу точно возникает. Да, да, да. Вот я про это. И тоже нельзя было сказать, получится это или нет, но как бы известно, что это получилось. И это одна история, да. То есть, другая история, когда мы там с людьми, там действительно время играет роль, да. То есть, мы там есть то, что мы находимся... Привыкание. Мы находимся, да. Вот тоже привыкание и близость, вот они тоже, мне кажется, как будто находятся в таких сложных отношениях. С одной стороны, вот это повторение, практика, да, практика быть друг с другом, она, да, 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 она как раз создаёт близость, да. Но с другой стороны, и чем больше у нас каких-то функциональных отношений, да, то есть, вот мы какие-то, ну, какие-то, вот мы дела делаем, какие-то бытовые и так далее, то это же пребывание, оно убивает рядом, оно убивает. Да, да. Оно там гаснет, оно там не то, чтобы перестаёт жить через... Рутинизирует жизнь и из неё уходит. Да, да, да. И вот это вот тонкий момент, да, вот где это, как это, пространство постоянства, которое поддерживает близость, а где это рутинизация, да. И вот эта вот тонкая химическая составляющая, она действительно гораздо более спонтанная, и, ну, она не очень зависит от нас, да. Ну, от выборов каких-то таких. Да, от выборов сознательных, да. Это что-то между. И её нельзя сводить, на мой взгляд, не к ранним дефицитам. К ранним дефицитам, да. Но имеется в виду, что вот, ну, как фривийские идеи, вот что партнёр – это образ там родителя. Иногда да, иногда вообще нет. Или это там, или вот этот образ родителя – это там 5%, сколько он, 10%. Вот. Или же, что вот это там такая ценность близости у тех, у кого созависимое отношение, или вот там какой-то такой особый тип привязанности. На мой взгляд, да, теория привязанности прекрасна, очень многое объясняет. Не может она всего объяснить, что появляется в человеческой близости. Есть ещё что-то, что не может быть сведено просто к каким-то ранним патокам или к раннему обусловлению. Вот. Что это какие-то... Вот что-то ещё. И вот это вот что-то ещё, оно такое неуловимое, что как раз к ним очень интересно в него вглядываться. То есть я как-то вот... поскольку я слышу, что да, для меня это одна из значимых вещей, и это накладывается на то, что это как раз вот эта вот реальная человечность и человеческая близость, это одно, один из мостиков, который может перекинуть поверх войны. Вот. Поэтому, ну, как-то хочется это действительно слышать, слушаться, чувствоваться и как-то убирать какие-то препятствия, если мы их накладываем по дороге друг к другу, понимая при этом, что где-то, ну, это невозможно. Невозможно, что... Вы прекрасный... Близость. При этом вы прекрасный человек, я прекрасный человек, но близость между вами и двумя, между нами невозможно. А, то есть, с кем-то, ну да. Да, да, да. То есть, когда не случается этой, собственно, химии. Встречи, да. Не случается встречи, да. Да. Ну, здесь, вот, действительно, здесь тоже я абсолютно согласен, что вот это, когда ты это переживаешь, что вот так вот взять это, как-то разложить на какие-то, значит, составляющие, химичные, из чего состоит эта химия, да, разложить на компоненты, ну, как бы не получается. Тут какая-то вот цельность этого, как это, эмиджентность, да, это называется, по-моему. Ну, то есть, какая-то вот, когда есть компоненты, да, наверное, но цельность не сводится к их простой сумме. Вот есть нечто такое, что гораздо больше, что как переживается больше. Но всё-таки, если всматриваться какие-то составляющие, ну, я понимаю, что для меня, ну, основная встреча, она происходит вот через какие-то и долгосрочные особенно встречи, ну, в смысле, долгосрочные отношения, вот я там, например, наши с тобой отношения дружеские, там, дружба, в общем, 30 лет, да, она там разная, при всей нашей разности, вот я очень там хорошо сознаю, насколько мы разные, насколько мы разные. Или там, не знаю, отношения вот с моей девушкой там, и тоже уже долго 20 лет мы вместе, да. Опять, она абсолютно не похожа на мою маму. То есть это что-то очень далёкое от моей мамы. И от какой-либо другой знакомой мне женщины с детства. Но вот как бы вот есть что-то, какое-то вот такое уникальное, уникальное сочетание ценностных компонентов, где мы вот встречаемся. Причём вот там, например, опять же, понимаешь, это разные, разные там контексты абсолютно, то есть моя жизнь с моей девушкой и моя жизнь с тобой. Это разные. Это разные две линии. И там у меня ещё есть друзья, с которыми я близок. И вот я понимаю, что каждый раз там какая-то своя уникальная сцепка происходит, уникальные вот эти встречи с какими-то этими компонентами. Они разные, вот разные там. Просто здесь, ну вот как-то важно это для меня лично, важно это, если мы говорим о каком-то продолжении и вот об этой освежении, чтобы не происходила рутинизация. Тогда один из таких элементов, которые я могу делать, это такое благодарное признание. Вот так я, может быть, это назвал. Ну вот как бы говоришь, да, это важно для меня, вот эти отношения с этим человеком важны для меня. Почему-то это абсолютно может быть не рационально. Ну не знаю, мы с тобой встречаемся раз в неделю. Это зачем? Как бы, ну какая рациональность, смысл в этом? Учё, что-нибудь... Ну может быть мы когда-нибудь породим какую-нибудь программу совместную. Ну окей. Но встречаемся мы всё-таки не раньше. А может быть нет. А может быть и нет, да. Ну и вот как бы это признание, что это важно и какая-то вот опора на это. Просто на переживание. Это важно. И тогда это, ну для меня это становится, опять же, более видимым и более живым. Ну я как-то это так, собственно, переживаю. Там можно, наверное, вот, кстати, то, что ты сказал, пролюбование этим. Да, вот то, что это встреча происходит, и она может быть красива. Сама встреча, или вот этот другой человек, его какие-то особенности, характера, там, внешнего вида, чего угодно, могу этим любоваться. Или, собственно, самим раскрытием нашей встречи. Ну это тоже. Ну это, в общем-то, тоже аспект признания. Того же самого, просто эстетического. Ты говоришь, что это невозможно разложить или проанализировать. Мне кажется, что вот когда любуешься, ты можешь выделить, ну как, опять, практика свидетельства. То есть я могу ясно увидеть, что сейчас играет, или что вот в этом есть. Не теряя такой чувственной связи, не теряя живого контакта, я могу, тем не менее, увидеть и даже сформулировать, что есть сейчас между нами. Да, то есть вот что именно создает вот этот особый, уникальный вкус близости вот именно с этим человеком. Оно не может всего, вот я согласен, что оно не может всего, но что-то все равно что-то что-то ухватывается. Вот. И тоже еще один важный момент, что это тоже, когда это живой процесс, то он неизбежно, он не может остаться одним и тем же. То есть мы не встречаемся одни и те же. То есть какой-то все равно вот этот процесс изменений происходит, и дистанция меняется во время. То есть какие-то моменты, мы там чуть отдаляемся, возвращаемся, а с тем-то из людей, когда была реальная близость, все уже, все, мы не можем встретиться, это не получается, мы разошлись куда-то далеко, это больно, но это какая-то правда. Да, вот когда вот это вот, потому что, если я говорю, мы встречаемся с ценностями, ну вот какая-то идентичность, связанная с ценностями, для меня лично она и сцепляется в большинстве. Но, так как вот эта действительно конфигурация, она всегда уникальная, и мы оба еще живем какой-то своей, каждой своей жизнью, на нас влияет огромное количество обстоятельств нашей личной жизни, то эта конфигурация тоже меняется, и вот эта сцепка, она может либо там как-то перестраиваться каким-то образом тоже, или сохраняться, в общем, как-то она может двигаться, либо с кем-то она действительно может таким образом перестроиться, что оказывается, что и ценности вроде все те же самые остались, главные, а сцепки, сцепка уходит как-то, и это, да, это бывает часто, ну, как бы печально, я так скажу, испытывает печаль, когда я с кем-то расстаюсь, вот так, ну, ничем попишешь, ну, в смысле, что вот оно, оно как бы, если ты начинаешь, все-таки надо еще, понятно, что они, они возможны, они получаются. вот это, то есть, получается, что все равно, видишь, мы даже вот говорим, что есть, ну, все равно есть на каком-то уровне вот эта бессознательная динамика, есть вот этот ценностный уровень и уровень, есть уровень практики, есть вот это еще вот совсем что-то неуловимое, какая-то химия, да, то есть все равно вот мы можем описать это пространство близости, ну, вот какими-то, вот из каких-то таких слоев, многослойность его, мы можем на нее как бы немножко показывать, да, смотри, вот у нас здесь как-то вот физически, да, есть какое-то соприкосновение, здесь очень ясно, что мы в одной, как бы, из очень близких позиций смотрим на мир и на людей, да, то есть это вот ценностная такая позиция, да, а есть еще что-то, вот, и вот это вот что-то, оно вот как раз что-ли, весь этот фокус внимания для того, чтобы, ну, что-ли, настроить себя на этот вкус вот этого, наверное, что можно как-то яснее это слышать, как-то вот настроить свою чувствительность к этому, не вообще куда-то меня ведет, а, вот это я узнаю, вот это появляется, эта химия. Вот это вот как раз то, о чем я сейчас хотел сказать тоже, вот, кстати, про такой вот, вот здесь у меня какое-то рождается в словах, смысловый ряд, вот, как я говорю, заинтересованность, да, интерес, любопытство и внимание, как будто какой-то один ряд для меня, то есть, во-первых, что я в целом заинтересован по каким-то, опять же, необязательно рациональным причинам в этих отношениях, ну, в этой связи, в этой близости, вот, оно меня влечет, мне интересно, вот, и мне это интересно, вот, опять же, я говорю, что наша с тобой встреча, там, может быть, много можем найти их смыслов, но один из них, что мне интересно, там, с тобой встречаться, с тобой разговаривать, вот, как, опять, из этого тоже можно выделить какие-то, в том числе, рациональные, ну, там, это обогащает мой кругозор, как расширение, я больше что-то понимаю про себя, про жизнь, там, и так далее, из наших диалогов, это, ну, там, ну, ну, самое главное, то есть, можно там, как бы, выделять какие-то рациональные причины, и, действительно, я не могу к этому свести их всех, потому что сама близость является этой ценной, и я заинтересован в ней, но дальше, вот, это опять, если мы снововой ряд словесный проводить, заинтересован, и я этот интерес проявляю, мне его надо проявить, мне надо любопытствовать, мне нужно быть алертным в этом, как бы, мне надо, да, и вот, и вот это порождает, вот, собственно, если вернуться к истории, почему мы решили поговорить, вот так, под запись, ты читал, то есть, мои последние тексты, которые я писал, про это, близость со всеми вещами, близость со всеми вещами, да, мне просто, когда-то, я прочитав это в каком-то тексте Догена, дзенского учителя, он говорил, что пробуждение, вот, в буддистском смысле, вот, дзенском смысле, это близость со всеми вещами, а когда японцы или китайцы говорят, все вещи, это имеется в виду все, что существует, вот, вся реальность, вот, близость. Иногда это переводят 10 тысяч вещей, да, все вещи, 10 тысяч вещей, то есть, вот, нечто, вся глобальность всей реальности, и вот, но мне как раз важно, что именно такая формулировка, что со всеми вещами, то есть, как бы, вот, вещь, как объект, появляющийся, в этом есть еще конкретика. Это объект моего внимания, который разворачивается в моем внимании. Встреча с ним именно. Что все вещи, это не абстрактная встреча со всей селёной. Она проявляется в конкретике этого моего внимания сейчас. Ну и вот я там все эти тексты мои, какие-то такие размышления, рассуждения, по утрам обычно пишу просто то, что идет. И, собственно, в этой теме пробужденности. Почему он говорит, что пробуждение? Пробуждение – это больше ясность, это такая алертность, включенность, внимательность. Он говорит, что это порождает эту близость. Поэтому для меня это большая составляющая близости. Собственно, моя внимательность, моя включенность, мое любопытство в этом. Да, да, да. То есть, что вот этот вот, то есть, интерес – это как некая вот эта искра, да, то есть, которая появляется. Вот когда ты говоришь, что ты еще показываешь вот так вот, Да, 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 да. А это же всегда очень важно, что когда мы протягиваем руку, очень важно, что рука-то растет. И сердце. Допустим, от все, да, да, да. То есть, и в этом смысле, что если вот эта заинтересованность, она соединяет меня, в том числе, с моим сердцем, или когда мне очень интересно, обогащает мой круг, или с моим умом, да, или если там есть всегда еще и телесная составляющая, да, то есть разного, разного характера. То есть, очень важно, что вот это, что ну, мы не просто «О, я туда пошел», да, что я обнаруживаю себя в контакте с этим, да, с этим совещанием, или с конкретно другим человеком, да, то есть, что все равно это важно, ну, вот то, что мы говорим в близости, и почему слова эти используются, потому что, ну, чтобы потому что, допустим, то же слово «любовь», оно отчасти подпорчено таким романтическим флером, романтический флёр прекрасен, но он очень часто про вот это вот, про абсолютное слияние, да, то есть, говорит об этом, и это тоже важная идея, тоже много у кого она была, о том, что, в принципе, вот эта вот любовная история, она напоминает нам о нашей любви, о нашей любви со Вселенной, да, то есть, поэтому она ценна для нас, да, потому что, там, в христианском варианте о любви с Богом, да, и так далее. Ну, у суфиев же это тоже очень много про это вот, да, 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 возлюбленный, то есть, и вообще отношение к Богу как любящий и возлюбленный, и вот это, и там же всегда, ну, то есть, это как описывается, как путь, то есть, вот он, суфиев начинает с этого чувства, что он не в контакте с Богом, что вот этой сепарации с Богом, да, и та, своей тоски, тоски по этой истории, как бы, как будто внутри есть какая-то память, что это было где-то, когда-то было, должно быть там, и вот что, он сейчас не в контакте с этим, что он не, вот, нет у него этого, перерывания, и он начинает тосковать вот эти все стихи и песни суфийские, музыка, и потом он движется к этому, он движется вот к этой встрече, как раз к этой близости, ну, а описывается это часто через вот как бы романтическую поэзию. Ну, да, и тоже же интересный был момент, что, по-моему, у тебя было это где-то, как раз про то, что это какое-то время переводилось как возлюбленная, только потому что мужчина должен писать как женщина, а потом начали переводить как возлюбленный, ну, хотят, чтобы передать это, что это не про девушку, а про Бога, хотя в арабском там типа одно слово. Ну, да, я так вот это тоже слышал, да. Да-да-да-да. То есть что, что вот эта составляющая, то есть то, что делает саму близость ценной, это еще вот, ну, вот этот смысл, он тоже присутствует. Этот какой? Ну, духовный, трансперсональный, да. Да. Более нейтральный. Вот. Но тут вот, вот когда ты говорил про вот это вот, что еще какую составляющую сюда можно было бы внести, и нужно, наверное, внести, вот я скажу, вот говоришь, любопытство, вот, что руки растут из сердца, да, и вот это вот, по-английски, это вот это core, да, core, вот, собственно, он там, вот этот центр меня, и, собственно, опять про эти ценности, про, если это близость, это ценность, то вот у Пола Тилиха есть такая, ну, знаменитая книга Courage to be, то есть мужество быть. Courage. Courage, да. Но вот он как раз, он, почему, вот, опять же, русский язык, он здесь, он говорит про мужество, внося вот эту гендерную составляющую, да, а Courage – это слово как раз core, слово сердца, собственно, и вот это вот смелость быть, мужество быть, смелость быть, отвага быть, происходящее сердце. А быть, если я быть, то где и с кем, да, вот это вот, в смысле, где, в каком пространстве, с чем, с кем, я тут соприкасаюсь в этом пространстве, если я осознаю себя как вот, как себя, как отдельно, вот я всегда вот в чем-то, в контакте с чем-то или с кем-то, и тут действительно нужна определенная смелость, чтобы идти в близость, идти в отношения, потому что как только ты хочешь кого-то коснуться, ты становишься открытым для прикосновения, а к тебе прикоснуться могут по-разному, могут и ударить. Ну, вот то, что вот близость может вызвать боль, все время приближение, вот это сближение дистанции, ты как бы открываешься неизбежно для прикосновения, для контакта, и он может быть разным, поэтому здесь вот эта вот смелость, этот courage, который происходит из сердца, она очень важная тоже составляющая этой близости. кроме любопытства, интереса, еще и вот эта способность быть уязвимым, но смелым в этой уязвимости. Да-да-да, это способность быть затронутым, да-да-да, потому что, конечно, это, это, ну, как-то уже, уже, мне кажется, мы как-то, что-то немножко переговорили, как будто уже мы, да-да, ну, в смысле, что немножко многовато для меня, как будто уже все, для меня, ну, или я, скорее, я уже дошел до того, где я начинаю, как бы, ну, разбираться с тем, что мне не хочется сейчас пока трогать, да, мне хочется оставить, что ли, вот таким вот, просто переживаемым, но не артикулированным или не отрефлексированным на каком-то уровне, вот, чтобы побыть вот в этой затронутости, вот, с ней немножко побыть, потому что как будто, ну, сейчас дальше я не могу продвинуться, ну, мне так кажется, вот, мне нужно как-то немножко постоять, побыть с этим, с тем объемом, который сейчас обнаружен, и тогда уже, да, может быть, что-то следующее какое-то, что-то родит, и вот этот, мне кажется, тоже вот в динамике отношения, в динамике близости, тоже вот очень важно вот эти вот моменты, ну, то, что это в любом случае как какая-то, какие-то волны, какой-то процесс, где есть какие-то пиковые моменты, есть моменты такие затихания, да, что нужно слушать, какая волна придет следующая, вот, это и в живом, любом разговоре, так вот, в живом, внутри контакта, и в каком-то большем размере, да, потому что, ну, как будто вот, тоже вот эта метафора, что, если мы смотрим на слои, то еще у этих, там, разных слоев есть разная скорость, разная скорость от веней, вот этого пространства близости, вот, вот, и там есть, что ли, разные, разные волны, разной амплитуды, что ли, волны разной частоты, да, то есть есть какие-то короткие, да, такие, вот, а есть какие-то очень, очень длинные, длинная волна близости, да, то есть, как раз может, как раз вот эти отношения продолжать создавать, или создаваться, и создаваться в течение долгого времени, а есть какие-то вот эти вспышки, вот, какие-то более острые, более короткие, то есть, мне такой образ, что ли, приходит, когда я смотрю на то, как это во времени еще открываю. Ну вот, кстати, вот то, что ты говорил про практику, если мы говорим, что близость тоже может быть областью практики, как практика близости, как раз вот эта вот практика, как опыт, ну вот если я формализую как-то практику, опыт встречи с чем-то, даже если вот я там сажусь, ну вот, медитировать, да, вот это вот, щекантаза, я сижу как бы близким с тем, что сейчас есть передо мной, вот я это проявляю, вот эту вот буддовость, так сказать, в открытости и близости с тем, что есть, вот прямо сейчас в моей уникальной жизненной ситуации за эти 40 минут, вот сегодня, сейчас. Потом, значит, все, ухожу и дальше иду, например, буду близким с едой, которую буду есть там, например, еще с чем-то еще, с продавщицей в магазине там, ну, неважно. И, а при этом повторяемость, это я как бы снова каждый день захожу в это пространство 40-минутной близости, вот, особого качества, это близость, которая разворачивается в практике медитации, там, шекантаза. Значит, также, например, если мы с тобой встречаемся раз в неделю, то это тоже как такая вот практика близости вот сейчас здесь и в то же время за счет повторяемости это какая-то продолженная история. Или вот я, ну, я просто сейчас, за эту тему тоже сцепился, потому что я, например, это сейчас очень так как-то декларирую постоянно в наших утренних встречах, потому что даже люди часто по ничему не сказали, какая-нибудь тут что-то произошло, и вот, и что, как с этим быть, особенно там, если что-то, напряжение возник какое-то, ну, я стараюсь напоминать, ребята, мы сегодня встретились, мы завтра тоже встретимся, но как бы этот диалог продолжится, это не конец диалога, во всяком случае, потенциально он может быть, то есть, понимаешь, человек может хлопнуть в дверь и сказать, сюда больше не приду, но пространство есть, оно продолжающееся, год уже мы встречаемся, и вот эта одновременность, да, каждый опыт, вот, он какой-то цельный, и в то же время продолженность вот в этом времени, в этом есть, да, для меня это тоже такая важная тема, потому что в каком-то смысле, иногда вот эта острота встречи, она как будто выводит вне времени, но в то же время, но и в то же время, нам важно знать, что это идет во времени, оно движется во времени, и оно во времени не остается одним темным. Ну, как-то что-то удалось сказать, да, ты поговоришь. Но опять, ничто не завершается, вполне возможно, мы не загадываем, но вполне возможно породится какая-то серия из этого, я не знаю, на эту тему, например, может быть. Ну, посмотрим, мне кажется, все-таки важно еще и переварить, и продолжить вот это, ну, то есть я понимаю, что это один из, вот я сегодня как раз обнаружил, почему, ну, вот еще одна причина, почему у меня эта тема так важна оказалась, да, то есть как бы, я думаю, что отчасти это связано как-то с моим переживанием развода, но оказалось, что нет, это больший контекст. Вот как раз, что там? Ну, вот как раз это о том, что, знаешь, у меня вчера, мы делали это, профессиональная лаборатория, то есть, ну, такая групповая сутбер-виде, и вот у меня там одна, например, слушает, у меня там люди, там приходят на занятия и ложатся, и вот как-то, я не могу их поднять, я говорю, они же в Москве, что ты хочешь? К вечеру пришел и лег, да, да, вот это давление, но вот этот момент, что, что один из способов, как-то вот, как-то так пробудить вот от этой тяжести в Москве, в том числе, да, это вот, они могут встретиться друг с другом, протянуться, там, дотянуться рукой или ногой, да, да, и вот это уже будет давать что-то, одна из возможных вещей, вот, ну, если это постоянная группа и так далее, вот, и там есть уже, такой, нормальный контакт возможен телесный, вот, что вот это вот, само по себе, вот эта, вот эта встреча, они в том числе важны, чтобы, ну, вот, они добавляют нам вот этой самой жизнеспеченности, то есть за счет, мы питаем друг друга таким образом, знаешь, у меня тут метафора возникает, она может странно несколько, почему-то сейчас вспомнилась, ну, в военной темах, то, что, я не знаю, насколько это правда, это легенда военная была, просто, что во Второй мировой войне, когда летчики, там, на севере, бывало, что они обмораживались, привозили в госпиталь, и медсестры, обнаженные, значит, ложились, согревали их своим телом, вот это вот за счет не только физического тепла, но и вот за счет этой вот энергии, ну, вот, собственно, эротической, которая там пробуждала эту жизненность, ну, вот, здесь, как бы, просто контакт человеческий, контакт, вот то, что говоришь, там, протянуть друг другу руки, и это необязательно действительно должен быть эротически заряжен, но может быть заряжен жизненностью, и причем там, как бы, с позиции понятно, что летчик, он обмороженный, он никакой, а медсестра, она такая вся, значит, живая, это, понятно, она такая, может быть, неравная позиция, но даже если мы встретимся оба, два обмороженных летчика, если прикоснемся друг с другом, может быть, это поможет нам пробудить вот эту жизненность, просто из самого контакта. Да, два обмороженных летчика. Фух! Да, 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 обнимайтесь, да, да, ну, может быть, действительно продолжим повариться еще, потому что она тема-то, в общем, такая безграничная, и там можно выходить. Да, 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 Одно у нас появится, хоть какой-то рациональный смысл наших встреч. Да ладно, пускай не будет, я, мне хорошо, мне хорошо без него. появится, то появится. Ну что, запись туда я остановлю? Да, давай. Угу. 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 Продолжение следует...